Игорь Ермолаев Он был в Турции. Я, естественно, пригласил его сюда на передачу. Он будет нам и рассказывать, и показывать то, что он там наснимал, потому что Игорь великолепный фотохудожник, член Международной Федерации Журналистов. Это очень почетное такое звание. И у нас, по-моему, в Николаевской области только три человека. Несколько человек. Я вот в отпуск еще не ходил, Игорь. Но сейчас вот я думаю, если бы я захотел взять и поехать в ту же Турцию, к примеру, паспорт у меня заграничный есть. Но этот, как он называется, паспорт... Биометрический. Биометрический отсутствует. Это пока я бы его заплатил за него, пока достал бы, то уже и лето и пройдет. Есть какие-то варианты, которые, раз уже мы существуем в безвизовом режиме Украины с Европой, как это можно сделать, поделитесь опытом. Да, вот это как раз и основная тема моего сегодняшнего визита. Во-первых, конечно, я хочу поздравить и вас, и всех присутствующих, наконец-то, с введением безвизового режима со странами Шенгенского соглашения. И, в общем, первые дни я вот отслеживал уже статистику. Достаточно немного отказов, где-то около, вот за первую неделю, около 50 отказов, при том, что посетили достаточно много людей, больше, по-моему, 50 тысяч. Причина в основном – это нарушение визового режима предыдущей поездки. То есть, где-то люди были внесены в черный список, нарушили, где-то правила какие-то, просрочили визы. То есть, пока на данный момент ситуация благоприятная. Очень будем надеяться, что так будет и дальше. Но не забывать о том, что такой вот произошел уникальный случай, может быть, где-то в дипломатии, что сначала приняли механизм приостановки безвизового режима, и только потом приняли безвизовый режим. То есть, это приблизительно такая ситуация. Сначала сконструировали ремни безопасности для автомобиля, а потом сделали сам автомобиль. То есть, ну, ситуация совершенно как бы парадоксальная. И надо об этом всегда помнить, что если будет большое количество нелегальных иммигрантов, нельзя же забывать, что безвизовый режим, он не предполагает трудоустройство, на что, к сожалению, мы рассчитывали, но нет. Не предполагает. Не предполагает никакого. Поэтому только туризм. Только туризм. Поэтому его могут остановить в любой момент. Опять же, нужен биометрический паспорт, как вы совершенно правильно сказали. Но есть множество стран, в которых у нас есть, во-первых, безвизовое соглашение. Это более 40 стран. Во-вторых, многие страны вообще можно даже ездить не просто без визы, а даже без заграничного паспорта. Представляете? И вот одна из них, буквально недавно разрешили въезжать в Турцию по вот этим идентификационным карточкам пластиковым. То есть, фактически по нашим общегражданским паспортам. И вот я уже был в Турции раз за четыре. И вот, скажем так, я хотел бы сказать несколько добрых слов об этой стране. Сейчас вот только что самые свежие впечатления. Чем хороша? Начнем с того. Вот представьте, человек сейчас вот дали ему отпуск. Хочет поехать куда-то отдохнуть. Чтобы это было, во-первых, недорого, интересно. Опять же, у нас люди любят прибарахлиться, искупиться, чтобы было. И вместе с тем, не нужен биометрический паспорт. Погулять и отдохнуть. Погулять, посмотреть, насладиться благами, так сказать, исторические музеи и так далее. Вот очень даже рекомендую Стамбул. Можно сейчас найти очень дешевые акционные билеты. В частности, я летал за, вы не поверите, 19 долларов в одну сторону. В одну сторону? В одну сторону. Вот компания. А что, уже работали лоукостеры? Вы знаете, с лоукостером это особая история. В данном случае это был лоукостер Пегасус. Это не какая-то рекламная акция лично для меня, как для журналиста международника. Это было для всех. С какого города рейс? Значит, это были рейсы из Одессы. И Стамбул, да, аэропорт Сабихиха Кчен и Запорожье. Два варианта. Выбирайте Одесса или Запорожье. Компания Пегасус. Кстати, бывают недорогие билеты и компания МАУ. Ну, МАУ это особый разговор. Вы как раз вот сказали про лоукостеры. Тут есть и одна не очень хорошая новость. К сожалению. Вчера стало окончательно ясно, что вот так широко разрекламированное появление авиакомпании Ryanair на украинском рынке отменяется. Ну, причины тут мы не будем в них сильно вдаваться. Это и, назовем такие, закулисные какие-то интриги. Это и монополизм. Да, бог с ним. Вот нет пока и нет. Будем на это рассчитывать. Правда же? К сожалению, нет. И это, к сожалению, повлечет за собой повышение, видимо, цены у наших отечественных перевозчиков. Потому что остаются монополисты. Ну, есть еще лоукост Вуизейр очень неплохой. Но вернемся к Турции. Турции. Вы же вряд ли, бывалые туристы, вряд ли вы по путевке туда поехали. Где-то на каком-то отеле отдыхать. Вероятно, что вас это не заинтересует. Как вы увидели Турцию вот с этой стороны? Конечно. Не с той стороны, где вот такое окружение такое. И не только это. Все-таки мы видели, какая напряженка там была в последнее время. Это как-то ощущается, когда вы прилетаете? Сразу хочу успокоить потенциальных туристов. Абсолютно все спокойно. Обманывают на каждом шагу? Вы знаете, это особый разговор. Вот в некотором роде у Турок есть своя культура. Это вообще ужасно культурный город. Мы мало вообще знаем об этом пласте цивилизации. Давайте тихонечко, сразу, чтобы нам прекратить такой разговор визуальный. Вы же много снимали. Много снял, да. Давайте показываем сюжет. И вот дальше продолжайте уже, чтобы мы и смотрели, и слушали вас. Хорошо? Поехали. Ну, прежде всего, это вообще уникальный город. Это единственный город, стоящий на двух континентах. Омываются, получается, сразу двумя морями. Если можно, пожалуйста, медленнее кадры. Но это вот сюжет, посвященный самым интересным достопримечательностям. Вот, в частности, вот эта голубая мочеть, знаменитый Гранд Базар, который, представляете, там около 80 улиц. Так. И более трех тысяч магазинов. Ну, это вот касалось несколько предыдущих. Да есть дорого. Турак. Скажем так, цены чуть выше, чем Николаевские. Что-то приблизительно, скажем так, киевские цены. Да. Пожалуйста, можно дальше фотографии. По поводу, вот вы говорите, обмана. У турок, мало того, что, в общем-то, безопасно, и у них еще, они очень набожные люди. Очень набожные. Да. Тщательно какое-то вот любовное отношение к вот их культуре, к их истории, к религии. И вот у них обмануть человека – это большой грех. Вы знаете, вот неважно, неверные это, они неверные. Кстати, вот тут интересная фотография, особое отношение к котам. Дело в том, что это любимое животное пророка Мухаммеда, мир ему. И даже есть особая легенда, что когда-то кошка легла на рукав его халата, и чтобы побеспокоить ее, он отрезал халат. Все кошки очень ухоженные. И египетских фараонов. Ну, и... Вместе с Клеопатрой. Ну, это вообще особые животные, фелинологи знают. Это охраняют наши миры. Да, по поводу того, как поесть. Пожалуйста, сколько хочешь еды, ну, цены приблизительно как киевские. Может быть, где-то больше, дороже на центральных улицах, где-то дешевле на окраинах. Ну, поесть они, конечно, очень любят. И такое впечатление, что половина Стамбула не работает, а постоянно ест. То есть, практически кафе следует за кафе. Ну, туристическая страна все-таки. Турция никуда не денется. Там народу миллионы приезжают. Да, ну, я вам скажу, и зарплаты где-то так вот минимум 400-500 долларов. То есть, могут себе позволить. Ну, это вот, конечно, жемчужина Стамбула, голубая мечеть. Шли дальше. Прекрасная, да. С ней вообще интересная история связанная. Там когда-то поставили шесть миноретов, и местное духовенство возмутилось, что как это в Мекке шесть миноретов и здесь. И пришлось в срочном порядке в Мекке достраивать в мечети Кааба еще два минорета. Ты никуда не денешься все-таки, ислам победил, христианство. Вот это тоже особая культура Рамазан. Здесь вот видно как раз, когда люди просто вытаскивают снеть свою, вечером на улице ждут вечернего крика Муэдзина, где-то приблизительно в 8 часов вечера, призывающий к молитве. И после этого можно употреблять еду. До этого вот полный пост, не пьют, не едят. И представляете, когда вот Рамазан и пол Стамбула вот расположились на парках, на скамеечках, и вот едят. И, кстати, там часто бывают благотворительные ужины, бесплатные не только для бедных, но и для всех желающих. Целью было этой поездки посетить некоторые малоизвестные уголки, потому что в основном людей ведут на главную площадь, там показывают угловую мечеть, Аня, София и так далее. Это вот дворцы. Эта цель была, очень рекомендую, дворцы Топкапы и Долмахче. Чисто, приветливо. Да, чисто, приветливо. Вы знаете, криминала какого-то я вот не заметил. Люди достаточно мирные, спокойные. Вот, кстати, этот дворец султана с воды как выглядит. Надо сказать, у них очень хорошо налажено транспортное сообщение. Все достопримечательности связаны с собой паромами. Паромы дешевые. Да, ходят как часы, точно. Покупаешь особую такую карточку, Стамбулкарт, и свободно можно ездить между Босфором, проливами, бухтой Золотой Рух. Ну, вот особая культура потребления рыбы. Ах, как хотелось бы это попробовать. Мы напряженно здесь лишены этого. Запахи, конечно, приятные, очень всегда идут. Вот тот самый дворец Топкапы. Интересно, что там полностью сохранился султанский гарем. Во всех подробностях можно посмотреть. Сейчас вот, возможно, мы как раз увидим, как жили жены. Вот, пожалуйста, это помещение. Ну, как жили, здание сохранилось? Здание и внутренняя полностью обстановка. Оно, ну, как Бокчисарай, короче. Да, да, практически как Бокчисарай. Я думал, что там и наложницы есть. Вот, пожалуйста, главная комната, где они сидели. Вот, в середине местной батареи, назовем так, прошлого века и средних веков, когда просто посередине разжигался очаг и угли, как бы, обогревали всю городу. Пожары не боялись. Ну, продумали. Вот, выглядела, назовем так, баня для жены и наложниц. Там полностью все сохранилось. Вообще, вот, пожалуйста, их умывальники, хамам. Надо отдать должное, вот, приемное, назовем так, приемный зал султана, где как раз вот происходили самые такие вот интересные места, интересные события. Он принимал гостей, принимал жен, там, наверное, были танцы, пиршества. Очень красиво. Все это бережно сохраняется. Надо отдать должное Кемале Ататюрку, когда он пришел к власти. Он все сохранил, реставрировал. Султан благополучно уехал за границу. Ему дали возможность. Его, как бы, говорят, не репрессировали, как у нас. Ага. Но власть поменялась. Да, власть уже поменялась с того времени. Принцип влашства в ней поменялся. Турция уже светское, демократическое государство. И Кемаль Ататюрк является национальным героем. Его очень почитают. И в день его смерти, на минуту, по-моему, вся Турция встает и молчит. Кстати, вот парк в этом дворце, вид с дворца. Шикарно, красиво очень. Достаточно дорогие билеты. Ну, мне, как по удостоверению журналисту-международника, можно было бесплатно. Вот, пожалуйста, эти паромы. Ходят как часы. Налажено, назовем так, маршруточное сообщение по проливу Босфор и бухте Золотой Рог. Очень удобно. Я еще добавлю, что это вот, хоть Турция восточное государство, но оно чрезвычайно культурное было, причем очень давно. Вот, кстати, кухня, где готовили султану и его женам. Вот такие вот чаны. Мне, как участнику мастер-шеф, было интересно особенно сходить на кухню, посмотреть. Вот каждый такой вот здоровенный казан, наверное, там можно было приготовить. Казан. На весь гарем. Из чего он? Это из бронзы, из меди. Из бронзы, из меди. Ничего, гун, не сталь, да? Нет, нет, нет. Это вот такие небольшие, малоизвестные уголки. Да, так я говорил о культуре. Вы представляете, когда еще в средние века в Франции, в Италии не было вообще общественных туалетов, то Стамбул насчитывал полторы тысячи общественных туалетов. В средние века, представляете? Кто больше повлиял, Турция на Европу или имеется в виду ислам на католическую Европу? Или наоборот, Европа повлияла на мусульман? Или это было все проникновение? Ну, взаимно, ну, видимо, Европу научили чумы, эпидемии чумы, которые рано или поздно пришли к тому, что нужно соблюдать гигиену и общественную, и личную. Ну, естественно, шел какой-то микс цивилизации постоянный. До этого была как раз очередь, это вот бесплатный рамадан, рамадановское угощение. И вот вечерний, конечно, Стамбул, прекрасный вот этот светомузыкальный фонтан. Скажем так, это такой вот интересный город, что там можно приезжать, а вот четвертый раз уже был, и каждый раз находить что-то новое. Вот знаменитая девичья башня, стоящая прямо на проливе. Кем она только не была за все время. Это была и тюрьма, и чумной госпиталь, и какое-то военное сооружение. Сейчас, в данный момент, это ресторан. Кстати, мы ее знаем по фильму про Джеймса Бонда. Как раз там происходят события, одни из последних фильмов. Такое необычное, романтическое место. Ну, спасибо за эти снимки. Хорошо. Ну, и, конечно, Ая София. Опять же, вот хорошо, что они разрушили, превратили одно время в мечеть. Сейчас, вот в данный момент, это музей. И открыли, отреставрировали знаменитую вот фреску. Иисус Христос, Святой Петр и Богоматерь Мария. И, в общем, замечательная, конечно. Красивая мы ее знаем по иллюстрации в истории древнего мира. Помните, пятый класс. Я знаю, что у вас еще приготовлен один сюжет, но прежде чем его показать, я вам назову сейчас три слова, да? И хочу, чтобы вы его объединили и объяснили. Турция, море и Крым. Только не наш Крым, да? Ну, да, понимаете, ситуация такая, что сейчас время отдыха на море. Вот многие люди раньше ездили в Крым. Ну, вы знаете, после известных событий это все уже гораздо сложнее. После того, как сейчас строят вот этот мост между Таманским полуостровом и Крымом, возврат Крыма еще более становится проблематичным, когда вот эта пуповина будет соединена. И что же вы предлагаете через Турцию, ваши советы? Ну, получается, я обнаружил, скажем так, это по советам знакомым, по изучениям интернета, что в Турции, совсем недалеко от Стамбула, есть свой Крым. То есть, кто был вот в районе мыса Меганом, в районе Нового Света, Судака, то помнит вот эти красивые полуострова, острова, пещеры и так далее. То есть, то, что мы любим Крым. Это такой вот микс леса, гор и воды, и прозрачной воды. И я вот нашел такое место. Давайте посмотрим. Очень даже рекомендую. Давайте смотреть, что это за интерес. Я так понимаю, что это очень напоминает Крым и климатически, наверное, и воздухом, и водой. Да, да. Пожалуйста, второй сюжет подавайте, пожалуйста. Это буквально в часе двух, ну, где-то полтора часа езды от Стамбула есть место, называется Шиле. И вот где-то 30 километров между Шиле и городком Аквамендес. Пожалуйста, вот чем отличается от нашей генуэзской крепости, да, вот в Шиляке, да. Да, да, да. И такие же вот красивые скалы, необычные. Очень рекомендую. Получается, пока это еще место, назовем так, не испорчено массовым туризмом. Цены, как ни странно, даже чуть ниже, чем в Стамбуле. Где жили? Я, опять же, по своей линии каучсерфинга. Да, нашел нескольких людей, которые любезно меня приняли. Туда вот приезжают, пожалуйста, даже свадьбы для фотосессий. Ну, понятно, рыбная ловля. Но здесь нет пляжа нигде. Есть. Есть пляж, но я имею в виду, что забитость его, это пляжа, посмотреть. Такая, вот, вот, пожалуйста. Вот еще, вы знаете, может быть, не все это знают. Вот, ну, сколько здесь? Здесь немного людей, видно, что оно... Немного, да. Да. Ну, я специально приходил в то время, когда... А, когда нет. ...чтобы сделать красивые художественные фотографии. Во-вторых, понимаете, как, что для нас, вот, температура, допустим, 18-20 градусов, люди уже купаются. Для турок это теплолюбивых, а это еще холодно. То есть оно будет заполнено где-то в конце июля. Ага. Но для наших людей вполне нормальная температура. Можно купаться уже с середины июня свободно. Пожалуйста, чем не Крым? Такая очень хорошая альтернатива. Недорого, чисто, безопасно. Вот, на берегу древний маяк интересный. И вот такое вот побережье, где-то на 30 километров на восток. Я думаю... Вот, будто бы слон пьет воду, да? Я думаю, что, ну, не в обиду будет сказано, конечно. Все-таки свое же, не боимся хулить. Но все-таки с Рыбаковкой и Коблевым здесь не сравнишь, да? Понимаете, ну, все-таки вода не та. Начнем с того. Рыбаковка Коблева, ну, достаточно грязноватая вода. Если она чистая, то это обычно отлив, и вода очень-очень холодная. Еще остается, ну, вот, кимбургская коса, скажем так, хорошая. Но, опять же, надолго ли ее хватит? Сейчас я вот слышал, есть какой-то проект, там, создание на нем какого-то особого лагеря. Кэмпа, да. Кэмпа, да. Мне кажется, что в наших реалиях эта природа будет погибать от этого. Мне кажется, все-таки надо оставить, вот есть вот такая вот девственная природа. Кстати, сейчас вот мои знакомые устраивают там интересный бардлагерь, который как раз полностью экологический. Да, вот Белый Ворона, руководитель Александр Вербицкий. Ну, знаю, знакомый хорошо. Они, да, с 17-го числа у них вот будет работать. Они с 17-го числа будут там? Юля, да. Дай бог, что ли. Да, и у них полная экологичность, вот они абсолютно там, все, полная рекреационность, все вот это сохраняется. А, я один раз с ними общался. Они собираются со всей Украины. Вот, снимают в жилье, где-то там. Там, при мне так было, что они снимали с жилье, жили там по два, по три человека. Нет, это в палатках у них. А это уже они делают палатках. В палатках, да, да, очень чисто, красиво, все хорошо. И вот только вот такое вот, может быть, надо приветствовать. Ну, избалованы вы, наверное, все-таки за границей, будем так говорить, да? Ну, в хорошем смысле, наверное. А все-таки вот скажите мне, оглядываясь на все те туристические страны, в которых вы побывали, ну, что нужно сделать, чтобы у нас сделать хоть что-то похожее, чтобы привлечь нашего украинского туриста? И не только украинского. Все-таки для меня, допустим, я бы гордился, если бы кто-то сюда приехал, как мы приезжаем с Украины в Турцию. Кто-то приехал бы, допустим, из Германии, из Франции. Что нужно сделать? Как это? Об этом уже говорится несколько десятилетий. Ну, смотрите, во-первых, чтобы вообще навести какой-то порядок в стране, вот, допустим, по сравнению с Европой и у нас, тут надо поменять главный принцип. У нас, получается, постоянно люди для государства. А в благополучных странах все-таки государство для людей. Вот пока этот принцип не будет соблюдаться, пока людям изначально не будут созданы нормальные условия для жизни, потому что сам по себе человек, он по своей природе, он божественный, он хороший. А вот, судя в какую вот его среду поместить, вот таким он и будет. То есть, сделайте сразу изначально вот этот, поменяйте принцип. Потом у нас, к сожалению, все-таки неблагоприятные условия. Через нас прокатилось сколько войн. У нас нету так много таких красивых дворцов, там таких вот, ну, прямо которые вот сохранились, образно говоря, там в Швейцарии, где-то там, допустим, во Франции, в Испании. И сохранились, и восстанавливаются же, наверное. И восстанавливаются, да. Германия вся была разбита после Второй мировой войны. Да, у нас, опять же, вот остались какие-то целые, допустим, там, замок Олесько, Каменец, там, Подольский, так, их подреставрировали, все. Ну, у нас менее благоприятные обстоятельства, все-таки. Ну, нельзя сравнить, допустим, Италию, которая изобилует в одном только Неаполе 800 храмов. Ну, нельзя все-таки сравнить и у нас, потому что у нас все-таки есть достопримечательности, но они рассеянны, их не так много. То есть, надо искать свои собственные украинские пути, которые не похожи на другие. То есть, может быть, где-то больше развивать зеленый туризм. Может быть, если морское побережье у нас не очень, ну, как бы, такое чистое, значит, заботиться о том, что, как продумать, чтобы очистить воду. То есть, это целые государственные программы. У нас же это пока на откуп, на отдано коммерческим структурам. Вот, я и говорил, вероятно, надо все-таки государственное регулирование, правда же? Ну, государство тоже, понимаете, как, она постоянно находит какие-то сложности. В данном тогда у нас виноваты были ППРЭДНИК. Ну, понятно, понятно. Деньги хорошие немаев, краины хорошие. Давайте, Игорь, давайте, наше время уже истекло. Спасибо, что вы все это рассказывали. Спасибо, что вы не устаете. Мне очень здорово, что вы не устаете от этих путешествий. Я вам желаю, приходите, давайте, путешествуйте, снимайте и рассказывайте нам, хорошо? Да, у меня более 40 фильмов есть, которые еще никто не видел. Возможно, мы как-то это тоже покажем людям. Спасибо вам большое. А вам, дорогие, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok